доброе утро дорогие друзья раннее доброе дождливое утро но это разве остановит банду грибанутых сегодня выходной сегодня несмотря на плохую погоду у нас выезд по области данный момент вы видите перед собой остатки замка рогнит замок основан 1277 году орденский замок крестоносцев был сначала деревянным был потом сожжен но это все предыстория сегодня у нас выезд по всей области сегодня мы хотим заехать верхний неманский лес проведать пошли были маслята заехать на виштынец там 12 участников нашей банды отдыхают на турбазе заехать к ним проверить виштынецкие леса и много 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 нового открыть для себя итак мы начинаем время 7 утра мы в верхнем неманском лесу в лесу еще темно но мы тем не менее сейчас пробежим посмотрим может нас чем-то лесовичок нас обрадует и так мы начинаем нашу сегодняшнюю сумасшедшую поездку в лесу еще достаточно темно да и пасмурно сегодня дождик только-только закончился еще чуть-чуть капает поэтому мы ограничиваемся сегодня только пока пожарными полосами ходим в тех местах где достаточно светло первое что попадается это польский белый или же маховик каштановый или же панский гриб он есть пока единичный встречали но я подозреваю что по этим полосам кто-то прошел вот он стоит во мху такой симпатичный красавец рядом его собрат вот такой вот стоит бодренький но мы пойдем дальше красивейший лес обалденно четкий а вот и первый масленочек собственно сегодня это цель нашего выезда хотим разведать пошли они или не пошли сейчас просмотрим вот он такой четенький смотрите чистенький четенький масленок и так я счет открыл вот красавец какой попался обалденный жалко дождь опять стал усиниваться вот такой красавец смотрите вот он беленький молоденький беленький отличный беленький вот такой красавец а вот еще один что-то там не совсем понятно что это такое но что то есть но это знаменитый горчак еще бы не подколол как-то так плохо дождь усиливается очень очень плохо и все-таки верхний неманский лес самый красивый лес нашей области и даже усиливающийся дождь не может омрачить нашего настроения ведь и ребята как можно пройти вот мимо вот такого белого он какой богатырь обалденно такой смотрится обалденный обалденный нога вон как кажется копан на нога мягкая нога мягкая нога мягкая старенький 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 такой даже на сушку не пойдет а нет он чистым совершенно чистый хоть и старый не получилось нам его довести до ума слишком он трухлявый ну ладно просто когда собираешь грибы на сушку мы обычно берем геминофор полностью обрезаем зачем таскать лишнее все равно дома его обрезать и выкидывать а вот это симпатичный гриб ребята это ежевик черноперсый ну как и ежевик желтый он тоже съедобный но не совсем не совсем вкусный бы я бы так сказал но это на мой взгляд тот же самый игольчатый геминофор то же самое его надо счищать вот эти иголочки попробуйте может кому понравится вот такой он гриб иголочки легко достаточно легко счищается вот такой интересный симпатичный гриб вырастает до огромнейших размеров бывают как руль на автомобиле меня часто спрашивают что представляет из себя ваша группировка но группу на базе века мы создали два с половиной года назад после этого у нас так организовался как-то потихоньку потихоньку организовался актив и на данный момент активных членов ну порядка ста человек правда не все не все находятся в соц сетях вот смотрите какой старенький на сушку пойдет отличный четкий белый это хорошо за время существования банды мы уже дружим семьями можем запросто друг другу сходить в гости и наше общение не заключается просто в сборе грибов ну вот например сегодня мы поехали на разведку наши девчонки собравшись поехали на верстенец отдыхать на турбазу сегодня после обследования верхненеманского леса мы тоже к ним присоединимся съездим посмотрим как они веселятся ребятки находите нас в соц сетях ссылки на соц сети в описании к видео пишите администратору и присоединяйтесь нашей банде если вам скучно жить поверьте у вас не будет свободного времени вот он какой отличный отличный это под березовик жестковатый по моему а вы как думаете что это за гриб оставьте пожалуйста комментарий не перестаю восхищаться верхненеманским лесом ландшафт и напоминает какую-то тундру настолько то здорово настолько здорово отдыхать гулять тут обалдеть представляете какие красавцы это же обалдеть вот такие стоят здоровски четкие четкие вот они а пейзаж-то вокруг а пейзаж обалденно обалденно красиво но верхненеманский преподносит свои сюрпризы лена сейчас по рации передает бегу тут какая-то желатина в кустах лен так ты возвращаешься бежишь лес конечно очаровательный обалденно красивый и бог с ним что гриба не так уж и много ребят и опять попались два таких же африканца вот такие они крепенькие здоровенькие скажите что это за гриб может быть по мне по мне это подберезовик жестковатый или же черноголовый подосиновый что из этих двух грибов ответьте пожалуйста бодрый четкий но по идее шляпка чуть темнее чем на жестковатом подберезовики но может быть это из-за того что уровень освещения чуть чуть больше что это за можете ответить ребята а чего я туплю там действительно затупил вы уж простите вместо среза этих не посинела был бы подосиновый черноголовый он бы посинел это жестковатый подберезовик вот такой но почему-то он черный вот такой красавец ребята представляете я пока хожу кино так сказать снимаю они тут шинкует масляты маслят довольно таки много вот видите какие они чистые красивые причем берут только малипусик они таких как я такой гриб как я они не собирают но тем не менее это же чисто это красивый масленок согласитесь запрашивая значит их по рации говорю ребята как у вас грибами говорит косим я говорю давай к машине говорит тут малипусики представляете какие маслята если вот такие красавцы растут вот такие четенькие представляете вот такой он зачетный зачетный классный гриб вот такой красавец обалдеть на какой ножке вот такой он красивый представляете гриб есть мало но есть обалденно красивый конечно в это время очень много так называемого панского гриба или же польский белый или же маховик каштановый маслята конечно классный гриб очень хороший гриб но из-за того что с собой приходится таскать салфетку не очень люблю их собирать вообще в мариновке гриб очень вкусен кстати ребята совет от банды если все-таки ежовик будете собирать домой для того чтобы попробовать настоятельно рекомендуем для него брать отдельный пакет потому что иголочки сыпятся и вы загвоздайте все грибы в общем то ребята заключение по сегодняшней разведке гриб есть набрать можно но время идет время уже 11 надо сказать лесовичку спасибо поедем к другому приятно приезжаешь и видишь наши этикетки приятно мелочь но душевненько а вот это вот и есть знаменитое Виштенецкое озеро озеро считается самым чистейшим с ледникового периода обалденно конечно красиво кстати вон там вдалеке если видите холмы которые освещаются солнцем это уже литва и так пойдем погуляем по местным лесам скажу честно пока ехали машины видал очень большую полянку рыжиков посмотрим сейчас что нам принесет Виштенецкий лес и так и так ребята мы сейчас уже на гостевом доме Виштенец банда в сборе и мы собираемся проведать местные леса и и первый гриб который нас встречает на Виштенце это рядовка серая ребята в маринаде она обалденно обалденно вкусная провариваешь провариваешь 10 минут и потом сливаешь маринадом заливаешь кипятишь обалденно вкусный гриб ребята ее тут уйма она дорогами 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 молодая обалденно обалденный гриб в маринад еще раз повторюсь исключительно леса близ Виштенца довольно таки проблематичны в том отношении то что большие перепады высот да и сама Виштенецкая возвышенность высшей точки имеет 240 метров над уровнем моря для сравнения гвардейский лесной массив 22-33 метра над уровнем моря и поход сюда за грибами будем говорить так ни для слабонервных ни для слабаков довольно таки проблематично ходить с горки на горку собственно в чем и заключается посещение данного леса неплохая такая кардио нагрузка сейчас в лесу мы наверное порядка уже минут сорока кроме рядовки серой и одиночной лисички пока ничего не нашли ну будем говорить так лисичка хоть и одиночная но ее очень много лес по-своему прекрасен теоретически тут должно быть много много белого но на данном этапе пока только серая рядовка и одиночная лисичка правда лисички очень много девчонки собирают и довольно таки много ребята к сожалению наша вылазка в лес оказалась без результативной хотя отсутствие результата это тоже результат на ужин мы набрали ребятам тем которые остаются в гостевом доме хватит спасибо что смотрели нас до конца подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии мира и добра вашему дому